Всем привет, дорогие друзья! Это ваши любимые Ежи Новости, проект, в котором я обозреваю последние события, которые произошли с футбольным клубом Локомотив. Последние Ежи Новости выходили еще в прошлом году, поэтому нам точно есть что обсудить. Но совсем вот давние новости прошлогодние я, конечно, затрягивать не буду. Локомотив уехал на сбор в Объединенные Арабские Эмираты и проведет там следующие полтора месяца. Именно об этом мы с вами будем говорить на протяжении этого выпуска, следующего, позаследующего и так вплоть до начала сезона. Но сейчас самый-самый старт. Локомотив только уехал, поэтому мы обсудим состав, который поехал. Мы обсудим товарищеские матчи, которые проведет Локомотив. Мы обсудим трансферные слухи, которые продолжают виться вокруг Локомотива и конца и края им нет. Кто-то из игроков Локомотива не должен был поехать на сборы, по мнению инсайдеров, но мы их видим на тренировках и медосмотре. Ну и наоборот, слухов о трансферах на вход огромное количество, но пока еще никто из них так и не перешел. Обо всем этом и многом другом мы, естественно, с вами поговорим в этих Ежи Новостях. Но пока не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и, если хотите, то, конечно, оставьте комментарий. Я абсолютно все читаю, может быть, не на все отвечаю, но если вы зададите вопрос, а не будете просто едко надо мной издеваться, то отвечу практически наверняка. Вот теперь погнали! 10 января Локомотив прошел медосмотр, 11 отправился в Дубай и 12 прошли первые тренировки Локомотива в Объединенных Арабских Эмиратах. На сбор отправилось 28 человек и в списке фамилий вы не найдете ни одной неожиданности, причем нету неожиданности как со знаком минус, например, футболисты, которые вроде как должны были отправиться на сбор, но не поехали. Ну и нет неожиданности со знаком плюс, никаких вот фамилий, которых вы точно не ждали в составе Локомотива, вдруг там оказываются. Просто самый стандартный список, который можно было бы составить еще заранее. Единственное, что возможно вы бы не включили туда вратаря Никиту Матюнина, но 4 вратаря, наверное, на сборе все-таки нужны, поэтому выбрали самого ближайшего из молодежной команды. Это, конечно, Матюнин. Неожиданности со знаком минус нам пророчили все новогодние праздники, чем их несказанно испортили. Говорили о том, что Уилсон и Сидор и Джоран и Керк хотят разорвать контракт с Локомотивом, но потом вдруг вспомнили о том, что они подписали бумагу и не могут этого сделать. Но вообще говоря, на сбор они ехать не хотят. Особенно Уилсон и Сидор, у которого было предложение от греческого Паука, и он, дескать, не брал трубки от клуба, и на сбор его вообще говоря не планировали. А потом он бац и приехал на бедосмотр, чем несказанно всех удивил. В общем, мутная история, как обычно придуманная, высосанная из пальцев Telegram инсайдерами, что Джоран и Керк, что Уилсон и Сидор появились 10 января на медосмотре в Москве. И это, кстати, довольно неожиданная штука, потому что если вы вспомните прошлый, позапрошлый, позапозапрошлые года, то на медосмотрах в России иностранные футболисты обычно не появлялись. Они подъезжали из своих отпусков сразу уже на место сбора. А тут нет, абсолютно все футболисты приехали в Москву, а уже из Москвы отправились в Дубай. И это особенно неожиданно, учитывая контекст нынешней ситуации. Я думаю, что практически все футболисты совершили путешествие Дубай-Москва-Дубай. И, в общем-то, можно было этого и не делать, а просто встретиться сразу в Дубай. Но, в общем и целом, для дисциплины командной это, конечно, очень положительный и очень хороший момент. И уж точно говорит нам о том, что никто из игроков не собирается приостанавливать свои контракты. Так что работаем в этом составе. Но, конечно, конечно же, если поступит предложение на Джорана Керка, на Камано, на Уилсона и Сидора и на кого угодно из команды, то его, как минимум, будут рассматривать. Вот, например, поступило предложение из Бешикташа по Дмитрию Баринову. Правда, в Бешикташе о нем знать не знают, как обычно отнекиваются. Но агент Баринова подтвердил, что интерес действительно есть. Посмотрим, что из этого выльется. На медосмотре Дмитрий Баринов пытался спросить у Камано, скучал ли он по нему. Но даже простые мисс Ми, которые подсказал ему переводчик или кто там рядом с Бариновым стоял, Баринову не дались. И в этом плане, конечно, будет интересно посмотреть, как Баринов собирается играть за рубежом, не зная и даже не пытаясь поговорить по-английски со своими собственными партнерами по команде. Но это дело Дмитрия Баринова. Кстати, про Бару. У меня вышел неделю назад ролик «Бинго межсезонья», и в этом «Бинго» я одним из пунктов указал, что Дмитрий Баринов похвалит физподготовку на сборах. В первый же день после первой же тренировки Дмитрий Баринов сказал, что таких тренировок он ждал полтора года. Полтора года назад он проходил сборы с Марком Николичем. Вот, собственно, дождался наконец и похвалил. Ну что ж, зачеркиваем первый пункт. Многие обратили внимание, что в списке поехавших на сбор не хватает молодых фамилий. Например, нету Кирилла Никишина, человека, который выходил в обоих матчах Галактионова в Кубке России. Это действительно большая-большая неожиданность, по крайней мере лично для меня. Мне казалось, что уж точно Никишин должен будет поехать, потому что у Локомотива особенно нету нападающих. Да, есть Ваня Игнатьев, есть Марк Раканьяц, но, в общем-то, этим количество наших нападающих ограничивается. И при этом, ну, Марк Раканьяц уж точно нельзя считать железобетонным игроком основы. Ваня Игнатьев в большей степени может претендовать на это звание, но тоже не сказать, что какой-то прям основной забивало нашей команды. Поэтому казалось, что, ну, по крайней мере, пока не приедет нападающий из-за рубежа, если он вообще приедет, то можно было бы посмотреть на Кирилла Никишина. В молодежном первенстве он проявляет себя хорошо, в два матча вышел в целом, ну, конечно, не так ярко, как Вадим Раков, но вышел же, значит, чем-то Галактионова зацепил. Но нет, Никишин тренируется в молодежном составе. И, честно говоря, меня это немножечко беспокоит. Точно совершенно знаю, что когда игрока заигрывают за основной состав, а потом возвращают в молодежную команду, где он уже там не первый сезон играет, это очень серьезно бьет по мотивации. Никишин, конечно, парень серьезный, может быть, у него этих проблем не будет, но чисто по-человечески, согласитесь, вас уже вроде как взяли в основу, а потом возвращают туда, куда-то вниз, в молодежную команду, где вы и так уже все, что могли, доказали. Ну, тяжело снова показывать свой максимум. Таким образом, мы уже теряли многих нападающих. Самый яркий, наверное, из них это Галаджан, который забивал на сборах у Палыча, а потом возвращался в молодежную команду. И все на этом. И, ну, будет жалко потерять еще и Никишина. Нету и других молодых. Я, например, очень рассчитывал на то, что возьмут Алексея Батракова, напарника Вадима Райкова по команде 2005 года рождения. Ему было бы очень полезно именно на сборах потренироваться, может быть, буквально две недели. Первый сбор с основной командой, посмотреть, познакомиться с ребятами, почувствовать ритм, почувствовать нагрузки. И после этого вернуться уже в молодежку, зная о том, к чему ему надо стремиться. Да, пока совершенно точно Батраков чисто физически не потянет уровень основной команды. И именно поэтому я его особенно и не жду, по крайней мере, в этой части сезона. Он уже значительно окреп за прошедшие полгода, но этого еще недостаточно. И ему точно есть что доказывать в молодежном первенстве. Поэтому в целом я, наверное, не слишком расстроен тому, что его нету. Но все-таки очень хотелось. Но об остальных и речи не идет. Фактически из молодых ребят есть только Вадим Райков, но он уже полноправный игрок основы. Есть Егор Погостнов, который два матча сыграл. Есть Михаил Щетинин, который дебютировал буквально на несколько минут. Но, в отличие от того же Батракова, физически очень крепок и готов к уровню российской премьер-лиги совершенно точно. Может быть, по своим футбольным качествам Щетинину далеко до Батракова. Но по физическим кондициям, по своей готовности он, конечно, российскую премьер-лигу тянет. И, наверное, поэтому Галактионов его и позвал. Но есть еще один нюанс. Если посмотреть на состав Локомотива, то вы увидите, что из 28 человек в восьмерым нету еще и 20 лет. Это футболисты 17, 18, 19 лет. Другое дело, что мы всех этих футболистов прекрасно знаем. И они для нас не являются новичками. И поэтому чисто в голове не ассоциируются с молодыми футболистами. Но, тем не менее, Сергей Пеняев, это футболист 2004 года рождения. Егор Погоснов 2004, Вадим Раков 2005, Михаил Щетинин 2005, Никита Матюнин 2004, Данил Худяков 2004, Марк Мампаси 2003, Марио Митай 2003 год рождения. Это все очень молодые и юные футболисты. Такого количества молодых юных, но при этом уже заигравших на уровне российской премьер-лиги футболистов вы не найдете, наверное, ни в одном клубе российской премьер-лиги. И, наверное, именно поэтому, как-то вот глядя на вот этот вот список, нет ощущения, что Локомотив взял на сбор молодых. Хотя средний возраст этого состава по-прежнему очень и очень низок. Посмотрим, сборов, как таковых у Локомотива, в целом три штуки. И если кто-то команду будет покидать, например, тот же Раконец или Марка Мампаси, уедут в какие-нибудь аренды, чего я лично очень жду, то, возможно, кого-то из молодежки еще доберут. Но, наверное, сильно на это рассчитывать не стоит. Также Локомотив уже выкутил список соперников по товарищеским матчам на сборах. Этих самых товарников у нас будет аж семь, что лично меня очень и очень радует, потому что, как я много раз говорил в предыдущих видео, я соскучился по Локомотиву. И первый товарищеский матч уже 18 января, и это прям совсем скоро, и я жду не дождусь, когда мы сможем увидеть Локомотив Галактионова в деле. И первым соперником на сборах будет узбекистанский Бунеткор. Вообще у нас четыре соперника из азиатского региона и три соперника из России. Из Азии у нас Бунеткор, Урарту, Шанхай Шэньхуа и Джахор из Малайзии. Бессменный чемпион этого региона. Вообще, на самом деле, очень популярная и сильная команда. И в прошлом году, например, она очень и очень сильно повозила Спартак. По-моему, там в ничью сыграли, но я смотрел этот матч, и Джахор оставил очень приятное впечатление. Из российских соперников у нас будет Родина, Урал и Сочи. Надеюсь, ОКО и Фанбет покажут все семь матчей, и там самый большой промежуток между матчами – это неделя, так что скучать не придется. Тренировки начались, освещают сборы в общем и целом довольно прикольно. Есть кружочки, есть короткие видео с тренировок. По ним, конечно, ничего особенно понять нельзя, но, тем не менее, причастность, сопричастность меня как болельщика локомотива к команде сохраняется. Надеюсь, что будут и более длительные видео на 10-15 минут с какими-то интервьюшками, с рассказами Галактионова о прошедших дней, может быть, там Кирилла Жинкина и других участников тренерского штаба, о том, что, собственно, происходит на этих сборах. Я очень этого жду, очень на это надеюсь, но то, что есть сейчас, меня уже устраивает, я уже вот прям вот поймал вот эту вот волну нетерпения, скорее бы, скорее бы увидеть локомотив в деле. Но это лишь абстрактные кусочки тренировок, поэтому, честно говоря, ничего конкретного в рамках, по крайней мере, ЕЖИ новостей я вам об этом сказать не могу. Поэтому давайте забросим все это и перейдем к самому интересному, к трансферному окну, к слухам и ко всему такому, что вокруг локомотива витает. Начнем со слов Дмитрия Ульянова. Дмитрий Ульянов не молчит, и это лично меня очень радует. Он довольно часто появляется в медиапространстве и дает комментарии, как минимум, Матч ТВ. И этих самых комментариев я отметил для себя два. Во-первых, на январских, опять же, праздниках появилось несколько новостей о том, что, дескать, у локомотива закончился бюджет, и мы ищем игроков только исключительно в дешевые аренды, потому что, ну, нету ни копейки денег, у локомотива не осталось, все потратили, что только было, напеняя выглушенкова. Дмитрий Ульянов берет и разбивает этот тезис, говорит, что с деньгами у локомотива все в порядке, но мы действительно ищем игроков в аренды по одной простой причине. В нынешней ситуации подписывать игроков на длительные контракты, когда они могут в любой момент сказать «Аревидерчи», не совсем целесообразно, и, ну, это как минимум звучит логично. Да, конечно, по-прежнему есть вот эти вот самые бумаги, которые футболист может подписать, но точно так же FIFA может издать какой-нибудь очередной указ, и по этому указу все футболисты снова смогут покинуть российские клубы. Кто знает, что у них там в голове творится, хотя вроде как создана целая рабочая группа по возвращению России в европейский футбольный мир. Но это наверняка дело отдаленного будущего, а здесь и сейчас вполне логично искать игроков именно в аренды, хотя, конечно, это и очень сужает область поиска до футболистов, которые особенно сейчас не играют за свои клубы. Но и среди них тоже можно найти довольно интересные варианты. Вторым заявлением Ульянова был ответ на вопрос, правда ли локомотив обращался к игроку Эль Емику и к другим центральным защитникам, и вообще, правда ли то, что локомотив этого самого центрального защитника ищет. И Ульянов тоже абсолютно честно рассказал, что да, локомотив ищет игрока центра обороны в аренду. Скорее всего, это должен быть опытный футболист. И сейчас в шортлисте у локомотива аж 23 фамилии. Не только Карай Гюнтер, не только Емик, не только Ингасон, но и еще куча народу, которых они смотрят, рассматривают, выбирают. Но я думаю, что большинство из них просто не согласны ехать в локомотив, поэтому такое количество игроков и нужно держать на карандаше. Нет такого, что ты вот указал пальцем на какого-то футболиста, и он такой, да, с удовольствием, конечно, всегда мечтал попасть в локомотив. Нет, сейчас ситуация другая, и ты можешь кого-то выбрать, и вроде бы этот футболист, ну, в ином мире, в иной ситуации мечтал бы оказаться в топ-клубе России, но сейчас воротят нос из-за того, что СВО, из-за того, что отстранение России из Еврокубков, и из-за того, что Россия вообще в целом довольно изгойная страна стала. Но все равно кто-то, кто-то, да, согласится. По крайней мере, мы видим то, что в другие команды российской премьер-лиги удается затянуть даже довольно неплохие варианты. Правда, они в основном из Латинской Америки. Вот «Зенит» взял и подписал из «Коринденца» двух очень и очень прикольных парней, и еще по одному получил право первоочередного выкупа. «Спартак» там кого-то подписывает. Ну и вообще, в целом, да, Россия изгой, но варианты есть. И я надеюсь, что «Локомотив» тоже не скажет под конец трансферного окна, что да, мы, конечно, искали, да, у нас там было куча вариантов, но что-то ни один из них не согласился. Помните, Томас Цорна, когда оправдывался за то, почему он назначил Марвина Компера, сказал то, что да, у нас там были варианты, кого назначить тренером, но что-то ни один не согласился, пришлось назначать Компера. Вот такое не пройдет. Нужен центральный защитник с опытом, и, наверное, все-таки нужен нападающий, тем более, раз Никишина не взяли, то точно совершенно нужен игрок в атаку, который будет просто и надежно забивать мячи. Наверное, это должен быть какой-то вот такой вот мощный нападающий, должен был им стать раконец, но он им не стал. Ну, короче, это все слухи. Пока по нападающим мы слышали только о Хаджирайте, причем очень смешной слух о том, что, дескать, Локомотив готов предложить за американского футболиста 8 миллионов евро и еще два в виде бонусов. Поверите вы, это очень тяжело в современных реалиях, но турецкая пресса прям активно бомбита этими новостями, что огромное предложение сделали русские, и клуб Хаджирайта готов был его даже принять, но сам Хаджирайт, к сожалению, отказался. Что ж, ищем дальше. Но пока за рубежом в наш клуб футболисты не очень горят желанием ехать, Локомотив находит варианты внутри России. И, судя по всему, Локомотив подписал какой-то предварительный контракт с Ильей Самошниковым, левым защитником Рубина и когда-то даже игроком сборной России. Вместе с Рубином Самошников упал в ФНЛ, где и коптит по сей день. Зачем нам левый защитник и может ли Самошников играть на позиции правого защитника? Я, честно говоря, не знаю и устал уже вам об этом говорить. Но просто примите как факт. Зарабатывать Самошников в Локомотиве будет примерно 800 тысяч долларов в год и еще примерно 1 миллион евро ему дали в качестве подписного бонуса за то, чтобы он выбрал Локомотив. Потому что сам Самошников летом будет свободным агентом. Перейдет он как раз летом. Не сейчас. Сейчас ему нужно помогать Рубину вернуться в Российскую Премьер-лигу, а именно вот через 6 месяцев, когда станет свободным агентом. В общем и целом, да, мне не нравится Самошников. Я всегда об этом говорил. Я не считаю Самошникова сколько-нибудь прям вот крутым, сильным футболистом. Да, конечно, Самошников не слабее Живоглядова или Нинахова, но и не особо сильнее. Но раз этот футболист приходит бесплатно, причем это футболист уровня сборной, по крайней мере не когда он был игроком уровня сборной, причем сборной Валерия Карпина, но ничего против, наверное, не имею. Пускай приходит. До этого мы тратили 2,5 миллиона на Живоглядова, 2,5 миллиона на Нинахова, а тут Самошников за бесплатно. Ну, это точно не худший вариант. И еще одна новость со знаком плюс, это переподписание контракта Егором Погосновым. Егор Погоснов центральный защитник, большая такая башня в центре нашей обороны, который сыграл два матча, причем на, как мне кажется, довольно высоком уровне. Просто вышел и с листа в центре обороны сыграл так, как будто всю жизнь в ней играл и не нужно ему никакой адаптации, как она нужна, например, Марку Мампаси. Он знает свои сильные качества, знает свои слабые качества и понимает, какими качествами может пользоваться, какими лучше этого не делать. В общем и целом, Погоснов с нами еще на достаточно длительный срок и Ваня Карпов написал о том, что, оказывается, за Погосновым гонялись и ЦСКА, и Спартак, и в общем и целом хотели бы его переманить к себе, как сделали это, например, пару лет назад с Максимом Мухиным. Но не тут-то было. Егор Погоснов, патриот локомотива, выбрал, собственно, наш клуб, переподписал контракт, и я надеюсь, что заявят о себе уже в самое ближайшее время. Может быть, и не нужен нам никакой центральный защитник. Но сами посудите, есть Фасон, который никуда не уходит и сейчас восстанавливается от травмы, судя по всему, уже очень близок к общей группе. Есть Егор Погоснов, есть Станислав Макеев, есть Женя Морозов, который играет в аренде в факеле и обязательно вернется. В общем, ну, много футболистов. Есть еще Иван Кузьмичев, точно, я про него забыл. Короче, ну да, среди них, конечно, нету ни одного футболиста старше даже 23-24 лет. Но, может быть, и не нужно, может быть, и этим справимся. Кто знает. Теперь у нас появился Лантратов, как минимум дядька за их спинами, может быть, как-нибудь их расставит по штрафной, чтобы мяч не влетал в нашу сетку так часто, как это было в первой половине сезона. Посмотрим. В общем, в любом случае, рад за то, что Погоснов переподписали. Футболист интересный. Да, наверное, не самых каких-то высоких футбольных умений, но, тем не менее, в рамках того, что он умеет, он играет достаточно хорошо. По крайней мере, уровень российской премьер-лиги точно потянет. Все, новости у меня закончились. Нет, на самом деле, новостей гораздо больше, но хватит, хватит и этого. Впереди целая неделя, которая включит в том числе в себя несколько товарищеских матчей. Мы их с вами точно совершенно обозреем в следующем выпуске. И наверняка будет еще больше слухов и новостей, которые мы с вами должны будем обсудить. Так что на сегодня все. Еще раз подписывайтесь, ставьте лайки. Там внизу где-то вот ссылочка еще будет на бусте. Там тоже всяческие материалы выходят. Короче, все. Межсезонье началось. Контента будет много. Где хотите, там и следите. Ну, а я все. Пока.